Даже взрослые люди боятся посещать врача. Что уж говорить о детях, причем у каждого свой страх. Незнакомого места, людей в белых халатах, боли, а некоторые боятся сразу всего. Представление о том, что такое больница, ребенок получает в семье. И готовить к посещению поликлиники маленького пациента нужно заранее. Первое, что нужно сделать, как ни странно, накормить. Отдохнувший и сытый человек легче переносит стресс от встречи с неизвестным. Спокойно расскажите ребенку, что в кабинете за столом будет сидеть врач, который очень хочет с ним познакомиться. У него есть разные интересные инструменты. Наушники с датчиком, которые помогают услышать дыхание. Ложечка, чтобы заглянуть в горлышко и прочее. Главное, рассказывать это интересно, чтобы ребенку самому захотелось скорее на это все посмотреть. Помните, что ваша нервозность или страх передаются малышу. Если вы не в состоянии унять волнение, пусть ребенку в поликлинику отведет кто-то спокойнее вас, например, бабушка или дедушка. Многие родители пугают ребенка врачом и уколами, когда тот начинает плохо себя вести, капризничать. Тем самым совершают ужасную ошибку. Формируют у малыша страх, четкое понимание, что врач не помощник, а враг и злодей. Не следует подкупать ребенка подарками. Он должен понимать, что визит к врачу – это забота о здоровье и необходимость. Ребенок должен знать, куда и зачем его ведут – на плановый осмотр или на прививку. Во втором случае ни в коем случае нельзя обманывать ребенка и говорить, что тетя только посмотрит. Нужно рассказывать, что будут неприятные ощущения или даже боль. Но длиться это будет недолго. Отвлеките ребенка. Предложите глубоко и шумно подышать, объяснив, что тогда боль будет меньше. Можете вместе с ним делать эти вдохи-выдохи или считать их громко. Можно отвлечь ребенка чтением слух его любимого стиха или запоминанием новых слов. Обязательно похвалите ребенка. Если нужно, пожалейте его, обнимите и приласкайте. Не запрещайте плакать. Выплеснить эмоции в данной ситуации полезно. Сказки и игры про врачей обладают необычайным терапевтическим эффектом. Например, «Доктор и болит» Корнея Чуковского или мультфильм про бегемота, который боялся прививок. Почитайте, посмотрите, а потом обсудите вместе. Предложите ребенку игру. Купите детский медицинский набор для игры в доктора. Разыграйте сценку, в которой малыш будет врачом, а вы или игрушки – пациентами. Обязательно обращайте внимание ребенка на то, что для выздоровления важно слушаться доктора и выполнять все его рекомендации. Подарите ребенку детскую энциклопедию про строение человеческого тела. В таких книгах наглядно и доступно описаны органы, их функции, строение тела. Изучите вместе с ребенком анатомию. Расскажите о том, как важно быть здоровым, заботиться о себе, о гигиене и правильном образе жизни.